Забойское сельское поселение – одно из самых плавневых в Славинском районе. Исторически было покрыто плавнями почти на 90% территории. Время не стоит на месте, и сегодня поселение – одно из самых благоустроенных и уютных в районе. На днях забойчане отметили очередной день рождения своей малой родины. Побывали на праздники и наши корреспонденты. Малая родина – город, поселок, улица, дом, семья. У каждого на свете он свой – этот милый сердцеуголок, где прошло детство, с которым связаны дорогие сердцевоспоминания. Несмотря на то, что Галина Лешко родом из Сибири, теплый, уютный, живописный поселок Забойский стал для нее по-настоящему родным. Живет она здесь более полувека и хорошо помнит, с чего все начиналось. В хутор Салатковский именно я приехала, там как бы хатки-мазанки были. Но люди были очень добрые, приветливые, все было побелено, покрашено, все было посажено. Сейчас я вам скажу, конечно, благоустроеннее было. В то время дорога была грунтовка, сами знаете, грязь по колено. Сейчас у нас, видите, по центральным улицам асфальт и по таким гравийная дорога. Конечно, все в лучшем. На Кубани у Галины не было ни знакомых, ни родственников. Женщина с улыбкой признается, хотела посмотреть, как яблони цветут. Да так и осталось в поселке, которому лежала душа. Посмотрели яблоки, вышла замуж, родилась дочка. Название поселка происходит от слова «забои». По воспоминаниям местных старожилов, дата основания поселка – 20-е годы прошлого столетия. Сегодня забойское поселение динамично развивается, благоустраиваются населенные пункты, делается много для комфорта селян. За год, конечно, это газификация хутора «Деревянковка». Это состояние дорог, это общее состояние, санитарное состояние. Ну и всяких таких мелочей, не сильно затратных. Это и культурно-массовые мероприятия, начиная с Нового года и заканчивая Новым годом. Поэтому очень обширно. Каждый праздник не пропускаем, стараемся отмечать. День поселения – не просто праздник. Это повод чествовать лучших из лучших, выразить слова благодарности самым активным, порадоваться за настоящих хозяев земли. Я хочу сегодня от всей души поздравить вас с замечательным праздником, с 88-летним юбилеем образования нашего поселка. Вы знаете, у каждого есть в сердце любимый уголок. Этот уголок, где мы родились, где прошло по самого детства. И, знаете, прошло становление, уже за 88 лет здесь выросли поколения. И вот, знаете, крашен любой уголок прежде всего людьми, которые населяют это поселение. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов, а поселению, забойскому дальнейшего процветания. В сельских жителях есть какая-то особая душа, неповторимый колорит, самобытность. И главная их черта – открытость, дружелюбие, богатый внутренний мир и трудолюбие. На сцене с гордостью и благодарностью чествовали ветеранов, почетных жителей поселения, старожил и всех, кто внес большой вклад в его развитие. Супруги Байнюх недавно отметили полувековой юбилей свадьбы. Жили и работали в родном поселке, который развивался и хорошил на их глазах. Дома хорошие. У нас в глазах просто школа, садик, все вот это, открытие клуба, помним, это все хорошо. Школа, спортзал, это все строил совхоз, мы помогали тут, все есть и наш труд. Я географию преподавала, конечно, я любила эту местность, детям прививала любовь. Даже спустя полвека они помнят день своей первой встречи. И, как и полвека назад, держатся за руки. Прежде всего, уважение, терпение, ну и, конечно, прощение. Потому что нельзя не прощать и надо уважать. Ну, как можно. Если раньше говорили, что жена выходит, а мужик сразу раз ее. За что, говорит, ты меня ударил? А, говорит, день большой, заработаешь и все. Не только представители старшего поколения, но и самые юные забайчане в этот день признались в любви своему поселку. А это значит, есть кому принять эстафету ответственности за судьбу родного поселения. Я люблю свой поселок, потому что он самый мой любимый, самый красивый и самый родной. Я хочу здесь жить дальше, потому что здесь он очень хороший. После торжественного мероприятия в подарок жителям выступление солистов хора Кубани, победителя битвы хоров. Как ты мог оставить рука, помнишь, как жестоко вьюк ты? Кроме юна своих он тебя согрел, и нес вперед и ради ты крепел. Алена Лавренова, Игорь Иванович, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова